Здорово, ребят! Меня зовут Гурван Акиман. Сегодня я буду распаковывать и показывать вам игру под названием Party Alias. Версию для вечеринок. Почему я взял версию для вечеринок, не спрашивайте. Давайте просто распакуем, и я вам покажу, как играть в данную игру. Версию для вечера, где начинаю спрашивать? Это игра? Да, играем из пальца, и их партнер повод по гамб... и The Robot A game with new cards, New funnier tasks, redesigned board and free mobile app Это Party Alias? Коррект! Аааа! Взял я, значит, версию Party желательно играть такую игру если у вас где-то 4-5 человек желательно так Так написано на коробке. Поэтому желательно играть так. Так, давайте я сейчас возьму. Отрежу, дымись. Так, давайте я таймлапсом сейчас все это открою. Ну, то есть ускоренные съемки. Все, я распаковал данную коробку. Значит, что хотел сказать перед тем, как распаковывать. Эта игра есть как большая версия, так и для дороги. То есть, если у вас нет времени, ну не знаю, например, вы из одной страны едете в другую, и у вас несколько людей, то вы можете брать дорожную версию. По внутренней, то, что находится внутри, он тоже отличается внутри этих блокнотов, которые вы будете писать. А здесь все выглядит вот так. То есть там есть вот такая вот дорожка, где будут наши человечки, и там есть еще карточки. Давайте я распакую, и вам буду объяснять, как играть данную коробку. Так. Называется данная игра «Пати Элиас. Вечеринка. Скажи иначе» от компании «Тактик». Так, посмотрим, что «Тактик» нам предлагает. Оу! Есть у нас, значит, вот такая вот большая доска. Ну, скажем, доска, не знаю, как называется, правильно? Короче, поле. Игровое поле, скажем так. Так, да, и здесь должны быть наши человечки. Давайте уберем эту сторонку. Так, вот здесь будут наши человечки, здесь есть еще инструкция. Как играется данная игра? Значит, у вас есть карточки с разными словами. Вот здесь находятся карточки со словами. Например, слово «чипсы». Я не должен говорить это слово. Я должен сказать слово по синонимам или антонимам. Так написано на коробке. То есть, если вы скажете «чипсы», то все угадают уже. Вы должны сказать «возможно, он хрустит в арту». Ну, сделайте, постарайтесь сказать так, чтобы отгадать вас сложнее. Ну, не знаю, как вы скажете, но постарайтесь сказать так, чтобы люди, с которыми вы играете, не могли угадать быстро. Здесь у нас есть человечки. По вашему вкусу, какие хотите, вы можете убирать. Так, ну что, ребят, я забыл подключить микрофон. Вот здесь микрофон у меня прицеплен. И что я хотел сказать? Хотел сказать, что если у вас попадаются данные смайлики, у которых есть праздничная шапка, то тогда вы попадаете на раунд с фантами. Это называется фанты, ну, тут так написано. И вам надо прокрутить волчок и получить дополнительные шаги на количество, которых укажет стрелка. То есть, здесь в пакете у нас есть песочные часы для того, чтобы ответить за одну минуту на то, что спросил у вас другой напарник из другой команды. Да, здесь есть еще вот такая вот стрелочка. Мы должны ее прикрепить сюда, покрутить и идти данным ходом, я так понимаю. Если я правильно не понял, то можете где-то, где-то нет, объяснить. Или же просто посмотреть другие обзоры, там тоже объяснить. Да, и так вот, если у вас будет такая карточка, где, ну, вы не знаете, как объяснить, или вы не можете подобрать слова, тогда у вас эта карточка записывается как штрафные очки. Вы ставите ее в сторонку, и у кого будет больше штрафного очка, то проигрывает. Здесь написано, одно штрафное очко – это один ход назад. Например, если командой было разгадано правильно 6 слов, в разъяснении было сделано 2 ошибки, то команда делает ход на 4 шага вперед. 6-2 равно 4. Если попадается труднообъяснимое слово, то разъясняющий может его пропустить, но за это команда платит штрафным очком. Однако, иногда к этому все же стоит прибегнуть ради экономии драгоценного времени. Да. Дальше. Как идти в данной игре? То есть, тут никаких костей, ну, то есть, которые бросают, бросают, и там не выпадает. Как на это все делать? А вот как. Квадраты игрового поля пронумированы от 1 до 8. Номер ячейки, на которой стоит фишка команды, указывает на номер слов, который требуется отгадать. Разъясняющий игрок меняется в каждом раунде игры. А как идти ходами, сейчас я вам скажу. Давайте я сейчас найду данный момент и вам расскажу. Ребят, я понял, кажется. Вы сами выбираете, кто идет первый, и тот, кто отгадывает почти все слова, тот может идти на один шаг вперед. Я так понимаю, тот, кто... Как заканчивается игра? Как должен быть закончена? Заканчивается игра тем, что выигрывает команда, которая пройдет к финишу первый. Финиш, я так понимаю, находится... Это сразу вот так вот идем, а потом тот, кто обратно сюда пойдет, тот победитель. Потому что по-другому я не понимаю. Да, здесь есть вот такие вот цветные человечки. Вы, например, поставили, у вас, например, вот здесь два. Тогда что вы делаете? Вы берете карточку с каким-то злопанием и выбираете карточки со словами и их объясняете. Да, вот такая вот игра. Очень крутая, довольно. Тут есть разные версии. Есть версии классические, есть семейные версии, есть еще версии для детей вообще и другие версии. Но я взял пати-версию, пати-версия для вечеринок. Довольно интересная игра. Советую вам купить данную игру. Даже есть мобильная версия данной игры. И эта игра 12+, чтобы вы знали. А вот классическая можно играть и детям возрастом пониже. На этом все. Увидимся с вами еще раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok